Так, всех приветствую, дорогие зрители. Кто меня не знает, я представлюсь еще раз. Меня зовут Виктория Осипчук. Я являюсь трейдером уже более 10 лет на рынке. Зарабатываю с трейдинга уже более двух лет, почти три года, как являюсь уже профессиональным трейдером. То есть могу себя назвать профессиональным трейдером, потому что зарабатываю с трейдинга. До этого очень-очень долго училась по различным программам, в том числе по системе Александра Герчика, которая как раз-таки меня и провела, так сказать, вся система его провела в такое вот понимание рынка, которое действительно мне помогло сейчас и вообще помогло мне стать именно профессиональным трейдером. За что я очень благодарна Александру Михайловичу за его курсы, за его обучение также. Являюсь трейдером Форекса в основном. Вообще я являюсь также аналитиком. Я провожу анализы крипторынка и рынка акций, но активно торгую на Форексе. И на данный момент я торгую только Форекс. То есть я могу посмотреть какие-то различные рынки, дать свою какую-то техническую точку зрения, направление инструмента, но упор делаю в основном на Форекс. Поэтому зрителям, я думаю, будет интересно вдвойне те, кто сейчас торгует Форекс, у кого проблемы с торговлей. Тем более на данный период времени я также затрону тему геополитики, также экономики в принципе в мире, как это все влияет на Форекс. То есть моя тема будет такова, что как вообще торговать в кризис, как обходить вот эти вот углы, что делать в моменты, когда техника вообще в принципе не работает, как это все совмещать, как совмещать понимание рынка, как совмещать новостной анализ, как совмещать технический анализ. Вот на данном выступлении я постараюсь вам максимально полезной информации дать, да, за такое как бы не особо длинное время, постараюсь уложиться. Поэтому слушайте внимательно, возможно, даже можете взять ручку, тетрадку, записывать и делать пометочки. Так, ну давайте начнем с того, что трейдинг, да, то есть разные стили торговли, начиная от временного промежутка, то есть когда вы находитесь в сделке, и говоря о сценарии, да, смотря, что вы торгуете, там отбой, ложный пробой или пробой. Я являюсь трейдером в основном среднесрочной торговли, свинг торговли и дейтрейдинга, то есть я торгую внутри дня, торгую свинг, свинг это значит там один, два, три дня, то есть вы переносите на ночь. Среднесрочная, она рассчитана больше, на более, более недели, скажем так, да, семь и более дней. Долгосрочная торговля, она рассчитана там на месяцы и годы. На месяцы и годы у меня таких сделок крайне мало, ну, несколько лет, чтобы я держала сделку, таких нету, чтобы я держала сделку месяц и более, такие сделки есть. Также я затрону в данном своем выступлении инструменты, которые все-таки, да, в перспективе, какие смотрятся лучше, какие смотрятся лучше вообще в плане тренда, в плане канала, да, какие инструменты ходят лучше по тренду, какие инструменты ходят лучше в канале, то есть также я расскажу. Вот, поэтому очень важно на самом деле, как вы торгуете. Если вы торгуете внутри дня, у вас подход к новостям, да, сейчас буду строить новости, немножечко другой. Если вы торгуете в средний срок, к новостям уже идет другой подход. Давайте начнем с того, что вообще Форекс, Форекс это у нас рынок новостной, это number one по новостям. То есть на самом деле многие трейдеры, вот с кем я учусь, у меня есть студенты, которые также учатся на Форексе и которые приходят, возможно, они проходили где-то обучение, у них не получалось, они приходят ко мне. Я у них с первым вопросом задаю. Вы торгуете Форекс и вообще вы обращаете внимание на новостной, на новостной вообще, на новости, да, проводите ли вы какой-то фундаментальный анализ. В основном многие говорят, что нет, не обращают на это внимания. Очень зря, потому что Форекс, начнем вообще с того, что, да, вот валюта, да, национальная валюта любой страны, то есть, естественно, любая новость, начиная от процентной ставки, от уровня безработицы в стране, от уровня ВВП в стране, от уровня инфляции в стране, там, объем экспорта, импорта и так далее. И также затрагивается геополитика, как между собой страны договариваются в плане какого-то экономического развития, да, какие-то коалиции формируются и так далее. Это все очень сильно влияет в первую очередь на валюту, в первую очередь на валюту. Поэтому в корне неправильно говорить, если говорить, что новости никак не влияют на Форекс. Это в корне неправильно, они очень и очень сильно влияют, особенности сейчас, когда идет вот такой вот мировой кризис в мире. Что касаемо крипторынка, я вам хочу сказать, что крипторынок, это, наверное, крайний в списке, последний рынок по новостям. То есть у него в основном нету какого-то прикрепления к новостям. Он такой рынок, достаточно ведомый крипторынок, он идет в связи с другими монетами, поэтому, наверное, скажу так, крипторынок, он такой, не то чтобы более техничный, он технический, и деньги на нем зарабатываются, по моему мнению, это только техника. То есть в основном техника и корреляция. Корреляция за базовыми монетами, например, как биткоин, эфириум, лайткоин и так далее. То есть на что обращать внимание? Форекс? Нет. По Форексу немножко все по-другому работает. Вообще рынок Форекс – это у нас рейнджевый рынок. Что значит рейнджевый? То есть это рынок, когда инструменты в основном, мажоры в основном, они стоят в канале. То есть они ходят от границ, от верхних, от нижних границ и вот так вот ходят в канале. Это Форекс. Поэтому если вы хотите торговать в средний срок и долго держать сделки, несколько месяцев, даже несколько недель, Форекс, наверное, он такой все-таки именно по средний сроку не выигрывает. Выигрывает у нас все-таки рынок акций, если мы сейчас возьмем рынок акций. Это те компании, которые вы, например, все выбираете их, как их нужно выбирать. Соответственно, их выбирать так, чтобы новости их не касались. Либо они были вне новостей. В основном так и бывает. Мы выбираем какие-то компании, которые, в принципе, у них хорошая доходность, у них хороший капитал. Они уже много лет на рынке. И как бы статистика, история. Эти компании показывают, как они себя ведут в мировой кризис, как они себя показывают, как им удается держать на плову. Такие компании нужно выбирать, если вы хотите брать какой-то тренд все-таки. Потому что в основном у трейдеров какая проблема? Пересиживание сделок. То есть вы сидите в сделках, сидите в сделках долго. Вам кажется, что вот тренд идет нисходящий. Вы пересиживаете, не забираете то, что вам дано сегодня. То есть это проблема, на самом деле, у трейдеров, что они не забирают то, что им дано рынком на сегодня. Вот вам дано там забрать 300 пунктов. Я сейчас про форекс говорю или 400. Это значит, что вы их должны забрать. Соответственно, если вы пересиживаете, вам хочется забрать почему-то там 1500 пунктов, 2000 пунктов. И в итоге вы теряете просто деньги, вы не забираете свою законную прибыль. Поэтому форекс, он такой самый, наверное, скажу сразу, сложный рынок. Вообще сложный, в принципе, и в понимании, и в технике, и в новостной интерпретации вообще, как реагировать на ценообразование, как она реагирует на новость. То есть достаточно сложный, и здесь нужно проявить гибкость в первую очередь. Здесь нужно проявить гибкость. Так, ну давайте. Геополитика, да. В чем суть вообще сейчас, что у нас в мире происходит? Те, кто сейчас смотрит меня, те, кто торгует форекс, наверное, поймут, о чем я говорю. Доллар-иена. Если вы сейчас посмотрите на доллар-иену, что с ней происходит, у вас, наверное, сразу отпадут вопросы по поводу геополитики, по поводу новостей, как они влияют на форекс. Доллар-иена пошла обновлять хаи. Хаи, скажем так, она подходит тем хаям. Мы возьмем 21 век, с 2000 годов, доллар-иена не была, вот, меток 150, там, выше, да. Сейчас инструмент очень благополучно туда направляется, да, доллар-иена, то есть доллар у нас укрепляется по отношению к японской иене. Соответственно, мы это все видим и видим, как геополитика, как мировые вот эти все конфликты влияют на рынок. Очень сильно влияют. В первую очередь на форекс, да, повторюсь, форекс на буван по новостям. Поэтому вот сейчас, если вы торгуете форекс, и у вас не получается хаос, да, какой-то происходит, я прекрасно это понимаю, потому что у меня вот вообще новости, все вот эти конфликты военные, военные и также и мировые экономические конфликты. Сентябрь, да, у нас начало сентября, начало осени показало, что форекс начал очень сильно лихорадить, и это очень сильно видно по мажорам, и по мажорам, которые с долларом, соответственно, да, с базовой валютой доллара. Поэтому сейчас нужно торговать очень крайне осторожно. Я вам покажу, какие новости, на какие новости стоит обращать внимание. То есть ваша торговля должна быть какой? Вы должны открывать новости, в первую очередь, да, вы открываете экономический календарь. Неважно какой, investing.com или там Stocktime, или у вашего брокера есть, да, экономические календари. В принципе, у всех брокеров есть экономические календари. Также в Верчико есть экономический календарь. Вы просто заходите и смотрите, что, да, будет на этой неделе. На что вы должны обращать внимание? Если на этой неделе выходят процентные ставки, в особенности от ФРС, по доллару, процентная ставка по доллару, например, это уже сильное влияние на валюту. Процентная ставка по австралийскому доллару, процентная ставка по новозеландскому доллару, процентная ставка по японской иене, процентная ставка по Великобритании. То есть если вы все это видите, что выходят процентные ставки, в принципе, практически по всем валютам основных на Форексе. Что вы делаете? В первую очередь, я вам рекомендую либо не торговать вообще мажорно на этой неделе, да, то есть на новостной, либо брать кросс-пары, которых не задействованы валюты, по которым будут новости. Либо брать те кросс-пары, те валюты, да, в кросс-паре, которые, по которым новости прошли. Ну, например, фунт франк. Например, по Швейцарии уровень безработицы прошел, да, сильная новость, и по львике обретания процентная ставка прошла. Например, в четверг. Все это было в среду, вы берете фунт франк в четверг как инструмент, чтобы торговать. Это можно. Все остальное, да, если выходят новости перед процентными ставками, перед выступлением господина Паула от ФРС очень сильно, то есть вот эта речь его, любая речь, то, что он говорит, это всегда очень вызывает сильную волатильность на рынке. То есть на самом деле трейдеры просто это не учитывают, а потом задают вопрос, почему техника не работает, почему меня здесь выбило, а что происходит, а почему так. потому что новостные вот эти вот все публикации, которые игнорируются, это на самом деле проблема. Еще момент, да. Я надеюсь, у меня будет сегодня демонстрация экрана, потому что я буду показывать также наверное есть, да, экран. Потому что я буду показывать трейдинг-ю, я хочу показать вообще как выглядят мажоры, именно долгосрок вообще, как они смотрятся, да, чтобы понимали, что такое канал, а что такое тренд. Так, экран, я надеюсь, видно мой, да. Так, секундочку. Да, 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 включила, и далее что, демонстрация, и экран, да, нажать, поделиться, все. Есть, хорошо. Например, вот смотрите, что касаемо мажоров, вот я сейчас просто покажу вам, доллар-иен. Вообще, давайте назовем сразу инструменты, которые можно брать по тренду. Ну, что значит по тренду? Либо по тренду вниз, либо по тренду вверх. Инструменты Форекса. Это доллар-иена, нефть, золото, серебро. Все. Все остальные евро, а, кросс-пары. Все, все, все кросс-пары вообще, все, которые есть, это те, которые без доллара. Вот их можно брать по тренду. Ну, то есть вы можете их там открыть и держать две недели по тренду. Это да. Такие инструменты, как евро-доллар, фунт-доллар, доллар-канадец, доллар-франк, австралийц-доллар, тем более, новозеландец-доллар. Это вот эти, это, это те пары-мажоры, которых очень маленькие, да, на самом деле. Они очень редко идут вот прям по тренду куда-то вот прям в долгу. Эти инструменты, эти пары, их не стоит брать в тренд в долгу. Нефть, серебро, золото. Ну, нефть тоже под вопросом, потому что нефть, она все-таки торгуется больше в канале, но она хорошо ходит по тренду именно в своих каналах. У нее такие достаточно четкие каналы, то есть очень четкие границы, да, по нефти. И по ним можно брать также тренды, но в рамках канала. Евро-доллар, он вообще, на самом деле, очень, наверное, самый сложный мажор у всех. Я не знаю, почему его многие любят. Мне многие пишут, студенты, что они торгуют, один инструмент почему-то, вот евро-доллар. Многие выбирают почему-то, вот они торгуют, ну, давайте начнем с того, да, если кто торгует скальпинг. Возможно, для скальпинга он и хорош, возможно, да. Но так как я трейдер внутридневной, средний срок, и если я беру, например, евро-доллар, он достаточно тяжелый, он очень тяжелый. И когда мне пишут, говорят, что евро-доллар, вот я хочу торговать только евро-доллар, я не могу себе это представить в адекватном понимании, да, как его торговать, ну, то есть только этот инструмент. Потому что бывает такое, что евро-доллар, он вообще очень такой, очень непослушный. Во-первых, он самый ликвидный, на чем с того? То есть самый ликвидный, самый объемный, самый тяжелый долго срок именно держать. Поэтому евро-доллар, он может там две недели стоять в каком-то рейнже, в каком-то накоплении. И, в принципе, тут вы ничего не сможете взять. То есть ничего не сможете взять. Вам придется две-три недели просто ждать, да. То есть если кто-то готов на это две-три недели ждать и только потом заходить, то да. Но если вы привыкли торговать каждый день или через день, евро-доллар в корне не подходит для таких стратегий. Если вы хотите торговать плавно, хотите торговать, в принципе, многие сценарии, хотите торговать, также и переносить на ночь позиции, я вам рекомендую подключать кросс-пары. То есть кросс-пары всегда хороши, на самом деле. Кросс-пары всегда выручают в новостную фазу, когда мажоры очень плохо ходят. Евро-доллар, да, туда же, когда он стоит на месте, вы можете, там, не знаю, евро-австралиец, например, что-то с ним, какую-то манипуляцию, спекуляцию сделать, да, если евро-доллар не дает. Посмотрите, вот доллар-иена, сейчас я включу даже элементарно три месяца, трехмесячный, или можно даже включить шесть месяцев, вот уже тренд, это полугодовой таймфрейм, вот у нас восходящий тренд. Если включить месяц, давайте даже по месяцу, вот посмотрите, доллар-иена, она всегда трендовая, тренд, 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 то есть очень мало каналов, да. То есть каналы, если они есть, но они идут в основном на разворотах, да, вот, на разворотах, либо на продолжении тренда. И то каналы по доллар-иене, если включить нефть, по нефти идут четкие границы, по иене у нас идут, по иене идут такие вот, ну, границы не особо четкие, поэтому торговать от границ доллар-иену не всегда рекомендую, я имею в виду в средний срок. Ну, три дня, пожалуйста, ну, три дня можно многие вещи делать, вот. Сейчас также иена, да, то есть в долгосрочном таком восходящем тренде мы подходим к отметке 151.89, да, и, скорее всего, я думаю, даже мы ее пробьем, потому что там мы не были с 2000-х годов, то есть я говорю, 21 век, так как эта революция, да, у нас происходит именно по, вообще, по рынку, по форексу, по иене сейчас, что мы можем делать выводы, что японская экономика страдает в связи с экономическими санкциями и так далее, поэтому здесь, как бы, не нужно так особо думать, да, долго по Японии вообще, что там у них происходит, ну, судя по всему, доллар продавливает и, скорее всего, мы продолжим рост. И теперь вот просто показать, да, евро-доллар, как он ходит. Вот он, евро-доллар, посмотрите, у него каналы, он прошел и очень долго стоит, он прошел, долго стоит, тут тоже границы, у него более четкие границы. Здесь мы упали, сейчас, скорее всего, тоже зайдем в канал. Скорее всего, евро-доллар также продолжит свое падение вот в рамках вот этих каналов. То есть, видите, он более рейндживый, евро-доллар, он здесь больше не показывает. Фом-доллар аналогично, то есть рейндживый инструмент, стоим, да, тренды есть, но в основном больше каналов. Доллар-иена, она более трендовая. То есть, это я вам говорю для чего, чтобы вы понимали. И вообще, вот совет трейдерам, кто торгует внутри дня, да, возможно, вы смотрите максимально девку. Мой совет вам, подключайте также вот глобальные какие-то таймфреймы. Вам это поможет, в принципе, для общего такого сведения вообще, что происходит с валютой, что происходит с долларом, да, обязательно смотрите доллар-индекс, смотрите иену, да, это такие базовые вещи, да, это валюта-убежище особенно, в особенности доллар-иена. Смотрите евро-доллар глобально, да, смотрите там доллар-индекс, чтобы вы понимали общую картину рынка. Торговать, я не против скальпинга, да, торговать, ловить какие-то технические движения. Я не против этого. Если у вас это получается, то прекрасно. Вообще, скальперов, на самом деле, это навес золота этих трейдеров. Они, ну, вообще, скальперы, именно чтобы вот скальпер, чтобы себя показал именно в долгосрок, да, там, на месяца и на годы, да, какую-то хорошую статистику, таких, наверное, единицы. Я это смело могу сказать, потому что это действительно сложно, чтобы скальпер приносил доход, да, более такой стабильный, чтобы мы могли на него уповать, да, чтобы зарабатывать именно с такой стратегией. Поэтому, если вы не скальпер, да, если вы торгуете внутри дня, если вы торгуете технику на дневке, и вы не понимаете ее, да, или вас часто выбивают, то здесь, конечно же, вам помогут более вот такие таймфреймы месяц, там, три месяца, недельки, на них тоже нужно заглянуть, чтобы понимать, да, от каких границ мы идем, какой-то уровень на истории, канал у нас или что, да, или у нас тренд. Далее смотрим. Кросспары. Вот, например, кросспара. Это евро-иена. Тоже все кросспары с иена, они также более трендовые. То есть, видите, ну, здесь у нас канал, потому что евро базовая валюта. Скорее всего, евро оказывает давление, да, на иену. То, что здесь она первая валюта, и здесь она более рейнджевая. Золото. Смотрите, по золоту как все обстоит, как обстоят дела. Золото тоже трендовый инструмент. Вот у нас тренд, упали, да, то есть откаты. Так же, как и с иена, здесь нету каких-то четких гранит, четких каналов, да. То есть, каналы есть, но они без четких границ. То есть, золото, на самом деле, не особо любят в канале стоят, я хочу вам сказать. Это сейчас у нас канал, который начался 1 июня, да, и он продолжает как-то быть. Это ненадолго, скорее всего, у нас пробой будет дальнейший, пока непонятно куда. Но, на самом деле, здесь очень вероятно, что даже могут пробить уровень. Все зависит от доллара. Но, если честно, корреляция ломается. А раньше у нас как было? Если у нас обесценивается валюта, все начинают вкладываться в золото, в золотой резерв, да. Сейчас, вообще, сейчас каких-то нету логических моментов на рынке, на самом деле. Поэтому золото, оно может свою жизнь проживать. И доллар у нас, видите, растет, и золото растет. Поэтому наблюдаем, смотрим. Здесь у нас канал, понятно, видим, да, границы более-менее четкие, опять же, да, границы. Здесь у нас первая граница, вот у нас конец, вот начало, вот конец. Здесь мы уже пляжем, да, то есть у нас основа всегда в начале. Здесь основа, здесь основа, здесь у нас уже ложный пробой. Поэтому здесь как бы сложность, на самом деле, золото сейчас вообще смотрится. Ну, пока я вижу так, что мы сейчас подходим к верхней границе. Если будет пробой, то у нас будет дальнейший просто тренд. Это я вам просто показываю, что золото и серебро, они более, более все-таки трендовые, видите, трендовые более. То есть они долго в канале не стоят. Нефть. Так, нефть. Так, тут нету продолжения. Канал тоже самое. Так, здесь тоже, видите, вот они. Тренд, конец. То есть вот у нас тренд от конца до верхняя граница, нижняя граница, граница, верхняя граница по тренду ушла. Снизу пришли обратно по тренду. То есть у нас по нефти, если вы сейчас заметите, просто канал, ну, в рамках этого канала, как я вначале сказала, идут хорошо тренды. Для чего я вам это говорю? В основном многие трейдеры любят держать золото, серебро, нефть именно вот в какой-то вот, именно в инвестирование, да, больше, то есть на какой-то промежуток времени достаточно долгий. Поэтому всегда обращайте внимание вот на вот эти вот крупные таймфреймы, которые вам многое-многое подскажут. Так, далее сейчас я вам скажу еще моменты, моменты. По поводу статистики, смотрите, что говорит статистика трейдера. Если у вас идут убытки, например, два месяца, то есть вы теряете два месяца подряд, у вас два месяца подряд, не месяц, два месяца подряд у вас минуса, то есть вы уходите в минус. Значит, это проблема. Вы, значит, это проблема в чем, во-первых, да, это проблема в технике, да, в управлении рисками, да, соответственно, это все в комплексе. Вообще трейдинг это такое комплексное дело, на самом деле здесь нет успеха только в технике. То есть техника, она не всегда 100% решает там проблему трейда. То есть вы можете понимать технику, но вы, у вас проблемы с точкой входа. Можете понимать технику, но у вас проблема с таймфреймами, но у вас проблема с новостями, вы не можете там как-то их распределить правильно, эти инструменты, когда заходить, когда не заходить. У вас проблема с риск менеджментом, вы ставите неправильные риски, вы расставляете неправильный тейк профит. На самом деле очень все комплексно, поэтому если вы теряете деньги два месяца подряд, неважно, на любом рынке, значит, здесь проблема есть. Значит, нужно решать. Значит, еще такой момент вообще по поводу наблюдательности, по поводу обучения у других трейдеров. Когда вы учитесь, если у вас есть наставник, это вообще прекрасно. Если у вас нет наставника, вы смотрите видео на YouTube обучающие, мои видео, видео Александра Михайловича Герчика, других спикеров. Вы обучаетесь, либо вы читаете какие-то книжки, либо вы смотрите на других трейдеров, которые выкладывают вам свои сделки. Мой совет вам. Никогда не старайтесь, не то чтобы копировать кого-то, не старайтесь под кого-то равняться. Потому что трейдинг – это очень такое специфичное дело. Здесь должна быть персональная наблюдательность. У каждого трейдера вообще должна быть персональная наблюдательность с рынком. У одного трейдера получается это делать, у вас нет. То есть здесь очень много, на самом деле, нюансов. Он зашел раньше, вы там пропустили. Вы вот это видите, он не видит. Ваш совет, да, если, я думаю, меня смотрят также и новички, да, те, кто начинает, и также те, кто уже давно в трейдинге, ну, возможно, не получается выйти, да, вот на вот эту вот стабильность, на вот именно на заработок с трейдинга, да, и на стабильность. Я вам рекомендую вообще начать с базовых вещей, да, почитать книжки для мотивации. Я училась по Александру Герчику по системе, но также я читала и книжки других различных трейдеров. Я сейчас вам даже продиктую, и книжки я бы вам порекомендовала подчитать. Вот воспоминания Бережевого спекулянта, прочтите эту книгу, она больше для мотивации, да, что в трейдинге все возможно. То есть даже если вы теряете деньги, даже если у вас постоянные сливы, постоянное какое-то непонимание, это книга, которая вас мотивирует к тому, что рынок можно понять, что рынок, его можно обуздать под себя и можно торговать, зарабатывать. Эта книжка, она очень именно полезна для мотивации. Джек Швагер. Джек Швагер. Технический анализ. Эта книжка направлена на то, что она подтверждает то, что технический анализ, он работает. Потому что многих трейдеров выпускаются руки, да, у них не получается долгое время, там, у них долгое время не получается зарабатывать деньги, долгое время не получается вообще выйти в хоть какой-то плюс за месяц, да, элементарно. Джек Швагер, он помогает понять, книга «Технический анализ» помогает понять то, что техника и в этой технике есть закономерность. Вообще трейдинг – это история цены. То есть, эта закономерность – это то, что помогает трейдеру именно остаться на полу. То есть, ничего не помогает остаться на полу. Я имею в виду именно о спекулятивных действиях, о технических трейдерах, речь, да, не об инвесторах. Про то, что техника, она работает. Почему она работает? Потому что история цены повторяется. И есть определенные закономерности на определенных сценариях, на определенных уровней, на определенной волатильности. Поэтому здесь, на самом деле, уже ваш враг – это только ваша лень. Если вы ленитесь достаточно уделять больше времени трейдингу, студировать рынок от и до, то есть, как он открывается, как он закрывается, как он ведет себя определенные там сессии, американская, европейская сессия. Знаете, мы сейчас говорим о форексе, азиатская сессия. Технические моменты, да, вот вы заходите от различных там уровней, вы их не проверяете, да, не делаете работу над ошибками. Потому что, если вы теряете два месяца подряд, это действительно проблемы. Это проблемы могут быть с техникой, это проблемы могут быть с рисками. Возможно, вы постоянно превышаете риски, возможно, у вас неплохая стратегия, да, и вы понимаете даже рынок, но ваше неумение управлять рисками у вас тянет на дно. Риск-менеджмент, да, то даже если вы не умеете там забирать прибыль с рынка, да, не умеете управлять вашей прибылью, это тоже на самом деле проблема. И здесь нужно подключать ловкость, подключать гибкость и ловить те моменты, те инструменты, да, например, если в новостную фазу. Я также покажу сделки сегодняшние. Сегодня покажу сделки, которые у меня были сделаны и в октябре в этом месте, и в сентябре. Я вам просто покажу, как сделки работают именно в новостную фазу, как они работают, фазу вне новостную, когда вне новостей. Также посмотрю, что такое трендовая, да, трендовая сделка, когда мы ее держим несколько дней, и что такое сделка, когда она рассчитана именно от АТР. В самом деле, очень много моментов в трейдинге, которые трейдер, он должен делать упор на все, и на технику, и на риск-менеджмент, и на мани-менеджмент, и на АТР, да, энергии. Это самое главное, потому что в основном непонимание того, что почему инструмент не идет, да, постоянно вы не угадываетесь с направлением. Если вы постоянно не угадываетесь с направлением, это проблема, скорее всего, с энергией. Вы не понимаете АТР. Если вы постоянно, у вас проблемы, инструмент там не может что-то проходит, убивает по стопу и идет туда, ну, в ту сторону, куда вы заходили, просто убивает по стопу. Значит, тут проблема с точкой входа. Значит, тут проблема с волатильностью. Значит, вы заходите в какую-то плохую, возможно, волатильность, в плохую зону. Вот на это нужно обращать внимание. Поэтому здесь нужна, на самом деле, персональная наблюдательность, очень важно. Не смотрите ни на кого-либо. Не смотрите ни на других трейдеров, кто трейдинг, он достаточно его очень громко позиционирует. В интернете, да, в сетях. Очень так розовые очки, на самом деле, надевают другим трейдерам, и это, на самом деле, очень мешает. Вы смотрите на другого трейдера, он показывает, я тут заработал, тут заработал, я вот такие движения беру, вот такие, вот такие сделки. Возможно, это какие-то выборочные сделки, которые еще ни о чем не говорят. Никогда не судите трейдера по какой-то одной или, там, двум сделкам. Внутри должна быть статистика, на которую он опирается, на которую он держится. Эта статистика, она должна быть, соответственно, плюс он должен выходить, если он называется профессиональным трейдером. У меня статистика 50 на 50, 60 на 40, то есть я, бывает, торгую. У меня может быть 50 убытков, 50% убытков, может быть 50% положительных сделок. Но я забираю 3 к 1, хотя у меня даже бывают сделки 2 к 1 по кросс-парам, например, когда я, бывает, далеко захожу от уровня, я забираю 2 к 1, 3 к 1, 4 и 5 к 1. Вот такие сделки, соответственно, они мне ликвидируют те убытки, которые, да, 50%, где я теряю, в основном, я ставлю технические стопы, бывают расчетные стопы, ставлю, ну, это в зависимости от инструмента. Если я торгую кросс-пару, я ставлю расчетный стоп, то есть расчетный стоп вот это. Если я торгую мажоры, в основном, я использую технические стопы. Так, ну, давайте, раз у нас экран включен, давайте я вам покажу сделочки. Я вам сделки покажу по, объясню вам вообще по фазам, да, потому что когда новостная фаза, вообще, когда фаза новостная, в основном инструменты, они входят, они входят вот, то есть они могут сходить до новостей, какой-то импульс дать, потом обратно уйти в ту же сторону. Например, как евро-доллар. На этой неделе евро-доллар я открыла в шоп, я забыла 450 пунктов, инструмент дальше ушел. Точнее, ушел обратно на ту позицию, где я зашла. Это, на самом деле, очень такой психологический момент, как торговать новостную фазу. Новостную фазу, если вы не опытный трейдер, если вы только начинаете торговать, я не рекомендую вам торговать вообще новостную фазу. Если вы заходите в экономический календарь и вы увидите процентные ставки, нон-фар первые пятницы месяца, да, уровень безработицы по доллару, если вы это все видите, если вы увидите наступление ФРС, если вы увидите индекс потребительских цен по одной из валют, это уровень инфляции, значит, вы не заходите вообще ни в какие сделки по фуросу, потому что вас просто повыбивает, и вы просто так сложите ручки и опустите руки, и как бы зададитесь, скажете, что вот техника не работает, ничего не работает, все, больше не будут торговать. Это не техника не работает, это просто новостная фаза, которая, к сожалению, да, ломает технику. У меня, например, сентябрь был очень тяжелый. Открытие осени, да, точнее, начало осени, открытие сентября, и конец сентября я чуть не в минус не ушла, я ушла в ноль, да, и у меня, на самом деле, был очень плохой месяц до сентября. Такие месяца, на самом деле, они бывают раз-два раза в год максимум. У хорошего трейдера, нормального трейдера, за статистика, такие месяца должны быть один месяц, либо два месяца. В основном, какие месяца должны быть? 20-30%, 10%, может быть, даже 50%, да, смотря, как вы управляете рисками. То есть здесь, на самом деле, нет доходности, в чем, да, специфика трейдинга, здесь нет определенной доходности прибыли в месяц, ну, такой-то определенной круглой цифры, нету. Вы в этом месяце можете заработать 1000 долларов, в следующем месяце вы можете заработать 300. Потом в другом месяце вы можете заработать 1500 долларов, допустим, да, то есть суть какая? Ваша суть, да, как трейдер, оставаться на плаву, оставаться на плаву и не поддаваться эмоциям, да. Но прежде чем прийти к такой стадии, опять же, я говорю, я вот, если говорить про меня, очень много через ноги терней я прошла. То есть это, я меняла торговую систему, не знаю, раз в 20, наверное, то есть сейчас, тем более, вот такой кризис идет, рынок очень сложный, Форекс особенно. На самом деле, я думаю, многих посмывало с Форексом, потому что сейчас техника очень сложная, а те, кто, особенно те, кто любит торговать пробои, ложный пробой, вообще ложный пробой, пробой – это волатильность ценами, да, то есть они, если заходят в какую-то зону, вы начинаете торговать в зараженной зоне, там, на самом деле, стопов может быть, ну, то есть гораздо больше, чем вы планировали. По поводу стопов, кстати, перезахода, лимиты на перезаходы у вас также должны стоять. У меня есть лимит на перезаходы по кросс-парам, я захожу один раз, потому что я ставлю расчетный стоп-лосс, не вот такой маленький, а расчетный стоп-лосс от АТР. Если меня сегодня убивает, я кросс-пару больше не трогаю. По Форексу у меня два перезахода максимум, например, евро-доллар я открыла сегодня в шорт, на ложный пробой. Меня выбило, сделали перехай ложного пробоя, я второй раз захожу, если меня выбивает второй раз, я евро-доллар больше не трогаю. То есть вот такой лимит. У вас должен стоять лимит на перезаходы, у вас должны стоять риски на сделку. Соответственно, эти риски должны отходить от просадки. Ну, например, у вас 1000 долларов в счет, и вы себе психологическую цифру в голове ставите, сколько мне не жалко потерять. Ну, например, мне не жалко потерять 300 долларов. Значит, вы не можете уйти менее 700, меньше 700 долларов, вы не можете уйти. Значит, вы ставите себе риск на сделку. Опять же, это все выставляется не просто так, да, вы вот реальные деньги вложили, начинаете торговать. Вообще, моя рекомендация начинать с демо-счетов. Хотя Александр Михайлович против демо-счетов, он мне тоже говорил об этом. Демо-счета – это все, на самом деле, не так эмоционально, да, нету вот этого вот страха, да, потерять, потому что деньги не настоящие. То есть, честно, я вот немножко, наверное, у меня психика такая устойчивая, наверное, я себя так назову, потому что мне что демо-счет, что реальный счет, не без разницы. Я торговала на демо-счете в промежуток времени, торговала на реальном счете в промежуток времени. Я потом сравнила и поняла, что разницы вообще никакой нет. Я что на демо так торгую, что на реальном, что у меня там убытки, что там убытки, если мы будем говорить по статистике. Поэтому мне, в принципе, без разницы, на каком счете торговать, я просто себя подготавливаю, я себе внушаю то, что это действительно настоящие деньги, что я не могу там определенную часть потерять и торгую. Чтобы вам это все выстроить, вам нужна статистика. Вообще, чтобы открывать реальный счет, нужна статистика. А чтобы ее выстроить, нужен хотя бы демо счет, либо маленький реальный счет и маленькие объемы, чтобы вы учились. Только тогда можно уже на что-то полагаться и уходить полностью головой в трейдинг, пытаться зарабатывать с него деньги. Статистика строится, наверное, я скажу так, не менее трех месяцев нужно поторговать на рынке. То есть нужно выстроить статистику. Месяц это мало, два месяца мало. Три месяца уже более-менее. Почему так? Потому что фазы рынка меняются. Например, сентябрь по Форексу был новостной. Октябрь был более-менее не новостной. Сейчас ноябрь начнется, ноябрь уже начался новостной. Сегодня четверг, завтра пятница, уровень безработицы, процентные ставки от ФРС и так далее. То есть ноябрь пока первая половина ноября, первая неделя ноября для меня уже как бы, я уже считаю, это новостная фаза. И чтобы вам понять, как вы будете реагировать, как вы, как вы справитесь с тем, что, как заходить новости, как вы справитесь с собой, если, например, написано у вас тетрадки, я не захожу в новостную фазу, я не торгую эту неделю, как вы справляетесь с собой, а вы сможете протерпеть целую неделю не торговать. То есть у вас не будет вот этого вот психологического дискомфорта, постоянно вот хочется зайти же, да, открыть какую-то сделку. Вы себя должны для начала проверить на демо-счете, а потом уже открывать реальный счет. Так, давайте по сделочкам. Австралийск-канадец. Давайте я покажу сначала кросс-фары. Австралийск-канадец, буквально вчера я заходила по сделке, я вам просто сейчас покажу вообще сделки свои и, наверное, завершу свое уступление такими моментами по технике, да, на что стоит обращать внимание, на фазы, на волатильность, на закрытие баров, чтобы вы понимали, есть ли у вас проблемы. Если вы, как я сказала, два месяца и более теряете постоянно, да, или там более теряете и год и два, то есть у меня достаточно были большие проблемы. До Александра Герчика, когда я узнала об его системе, я систематически теряла деньги, то есть я не понимала, почему я теряю деньги. Когда я начала изучать, начала обучаться, я также теряла деньги, но гораздо стало меньше терять денег, но я начала понимать, почему я теряю деньги. Тут проблема в чем? Когда вы начнете относиться к трейдингу как к работе, то есть вы просыпаетесь, вы открываете график, вы садитесь с тетрадкой, записываете все моменты, над которыми нужно обращать внимание, записываете новости, какие новости на эту неделю, ставите пометочку, какие инструменты стоит брать, какие не брать. Что смотрится хорошо, где можно поставить отложку, что, например, смотрится сегодня, что нужно наблюдать. То есть на самом деле это не так все просто, как кажется. Трейдинг вообще такое дело, как говорится, да, легких денег не бывает, трейдинги тоже легких денег не бывают. Это все полость вашей заслуги, это ваша внимательность, ваша бдительность, ваша дисциплина, ваше соблюдение ваших же правил. То есть на самом деле это все на самом деле поддается. Ну, то есть все вот эти вот моменты, они поддаются человеку, да, то есть это все реально, потому что многие не верят в трейдинг, думают, что это какая-то игра, а на самом деле нет. Почему так кажется? Потому что это шумное, шумное дело. Вообще трейдинг это шум всегда. Куда бы вы ни зашли на любой инструмент, там что-то говорят, там фундаментал какой-то не такой, здесь техника что-то непонятное происходит. Вообще в чем простота? Вы открываете инструмент, вот вы сразу видите что-то не то. Ну, зона зараженная, какие-то бары, какая-то волатильная, все, не надо там ничего выискивать. Это проблема на самом деле. Пытаетесь что-то там искать. Ничего не надо искать. У вас должно быть нарисовано, вот у вас должно быть картинки либо в голове, либо они у вас должны быть нарисованы где-то, они у вас должны быть нарисованы. Все, у вас должен быть уже шаблон. Это на самом деле намного проще. Вы заходите, да, вот вы делаете домашнее задание, вы уже примерно понимаете, что вам нужно. Если вы этого не видите, листаете дальше. Я всегда говорю своим студентам, никогда не бойтесь там не зайти в сделку. Не зайти в сделку. Не зашли и не зашли. То есть вот этот страх вот потерять там какую-то, какую-то точку входа, какую-то возможность. На самом деле, если так посмотреть, на рынке можно зарабатывать каждый день. Просто у каждого тренда свои стратегии и различные стратегии ежедневно работают. Если вы сегодня не заработали, завтра вы не зашли, но вы зайдете послезавтра, вы зайдете на следующую неделю. Это марафон. Всегда будьте готовы к тому, если вы хотите зарабатывать с тренинга, будьте готовы к тому, что вы не будете зарабатывать какие-то огромные миллионы, миллиарды сразу. Это все бред, на самом деле, и чушь. Если вы открываете счет 1000 долларов, значит, будьте готовы зарабатывать в месяц 100 долларов, 200, максимум 300, 500 при прям хорошем рынке. Все. То есть это в ваш тоже быть порог. И вы должны быть к этому психологически готовы. Никогда на кого не смотрите, не заглядывайте. Вот он заработал столько, значит, надо столько же заработать. У всех свой путь, у всех своя история. Трейдинг – это надо заземлиться, приземлиться немножко, понять, что это дело. Ощутимое, не какое-то облачное, какие-то деньги непонятные, ощутимое. Ваша прибыль должна быть ощутимая, адекватная и нормальная. Соответственно, чем больше у вас депозит, тем больше вы зарабатываете. Все просто. Тем меньше у вас депозит, тем меньше вы зарабатываете. По-другому в трейдинге никак не может быть. Все остальное – чушь, ерунда. То, что вы посмотрели, кто-то вам что-то сказал, не верьте этому. Так, давайте. Дневка. Вот смотрите, австралийский канадец – это кросс-пара. Вчера я заходила на лун. Вот, взяла пробой. Кто изучал систему Александра Герчика, я думаю, понимает, что такой ближний ретест. Да, вот у нас три бара. Второй бар, точнее, третий бар у нас закрылся далеко от уровня. Далекое закрытие, хочу сказать, далекое закрытие не всегда ведет к развороту. Иногда бывает такое, что мы видим какой-то неглубокий откат, инструмент обратно сюда подходит. То есть, когда мы видим, что на ретесте у нас закрытие под СМХ, например, или закрытие за уровнем, в основном очень сильно решает на пробое именно ТВХ, именно волатильность внутри дня. Очень сильно решает. Потому что иногда ближний ретест, вот как здесь, например, видите, ситуация похожа, но он не пошел. Потому что вот здесь, в этой ситуации, надо смотреть часовики, я в своей торговле использую часовик, минутки. Если вы их будете использовать, если вы будете их использовать, то вам будет намного легче, будете понимать, пойдет пробой или пробой не пойдет. Так, сейчас, секундочку, я прошу прощения, минуточку, минуточку, так, секундочку. Поэтому, если вы берете пробой, если вы берете пробой, то здесь нужно смотреть волатильность. Если раз в фейнте нарисую, когда идут паранормальные бары, большие, тут вряд ли пробой будет. Тут будет, скорее всего, разворот. То есть пробоя не будет. При пробое, при пробое у нас должна быть волатильность, либо средняя, либо маленькая. То есть подход, еще желательно, чтобы было какое-то поджатие. Это вообще идеально, когда при пробое, то есть когда у вас, когда у вас вот здесь, да, вот здесь, вот здесь идет какое-то поджатие внутрь дня. Я использую в своей торговле 15 минут и час. Иногда 5 минут. 5 минут использую редко. В основном это происходит в американскую сессию, когда инструменты идут очень сильно, лихо так идут в какое-то движение. Я вижу, что идет такая волатильность. Я могу заглянуть на 5 минут и посмотреть свою точку хода. И там зайти, поставить стоп-лосс. Стоп-лосс я ставлю либо за уровень при отбою, либо я ставлю за ложный пробой при ложном пробое, либо я ставлю, если это пробой, я также ставлю за ложный пробой только за зеркальный. Я сейчас вам объясню, что такое. Почему за зеркальный? Потому что мне нужна победа игрока. Всегда у нас при пробое, особенности при пробое и в особенности при ложном пробое, здесь замешана больше такая борьба игроков на рынке. То есть, когда идет пила на уровне, мы видим, что бар закрепляется выше или закрепляется ниже, если в шорт, если выше, то в лом. И я понимаю, что из этой ось всей борьбы нарисовали ложный пробой. Этим количеством баров, двумя барами, одним баром, неважно. Я понимаю, что вот, вот, вот это моя точка хода, где я поставлю стоп-лосс за вот эту всю борьбу, которая прошла. Вообще трейдинг – это всегда борьба. Это два игрока, продавец и покупатель. Больше здесь ничего не дано. Но всегда АТР, она всегда в основном либо за счет борьбы идет, либо за счет другого игрока, либо за счет ложных пробоев также. Потому что ложный пробой – это тоже идет борьба, и там можно поставить стоп-лосс, точнее не стоп-лосс, там можно повыбивать стоп-лоссы, которые были ранее, которые заходили ранее игроки при каком-то маленьком ложном пробое. Игрок делает еще больше глубокий, более ложный пробой, соответственно, дальше идет вниз. То есть, он тем самым набирает себе позицию. Поэтому трейдинг – это всегда борьба за цену. Там между двумя игроками – это продавец и покупатель. Все, здесь другого ничего не дано. Вот, вот здесь была моя точка входа, точка входа. Вот здесь я заходила. Вот про тот сложный пробой, который я вам говорю. Вот закрылись выше, видите, сходили вниз еще. То есть, вот игрок-покупатель, вот игрок-продавец. Тут же закрылись выше. Вообще, если включить 15-минутку, то вот это закрытие баррель, вот здесь оно гораздо, здесь гораздо ближе. Вот здесь вот на самом деле я заходила. Ну, это я подключила часовик, скорее всего, на 15-минутке. Там был еще один более мелкий, так сказать, сложный пробой, за который я поставила стоп-лосс. Но у меня есть такая стратегия. Я, если торгую кросс-парой, я ставлю стоп-лосс не прям за ЛП. Потому что вообще кросс-парой, я вам хочу сказать, это волатильность всегда. Если по мажорам волатильность более такая спокойная, по кросс-парам волатильность всегда. По любой кросс-паре, которую не возьми, в особенности экзотику, хотя экзотику я не торгую. Ну, австралийская, навес, евро, ауди. Вот такие базовые валюты, которые совмещены между собой. По таким кросс-парам волатильность всегда повышена. Поэтому здесь нужно выставлять стоп-лосс всегда расчетный. От чего? От чего, да? От технического ATAR. Технический ATAR есть. Есть видео на YouTube. Мое видео, кстати, можете посмотреть, кто еще не посмотрел. ATAR, Викторий Севчук. Вот я считаю, показываю, как правильно считать ATAR по барам, по прохождению цены. Три бара, два бара. Поэтому здесь решает именно технический ATAR. Вы ATAR делите, да? У меня такая стратегия есть. Например, евро-доллар. Миллионстр лист, канадец, неважно. Доходит 1400 пунктов. Вот у него техника. От и до. Вот три бара, он прошел 1400 пунктов. Вы 1400 пунктов делите на два. У вас получается 700. 700 вы делите на три. У вас получается 230, да? Плюс-минус. 230 – это расчетный стоп-лосс по инструменту. Это тот стоп-лосс, который вы должны поставить. То есть это работает так. Это та математика, которая позволяет брать три к одному и более. Почему на три? Почему половину ATAR делим на три? Потому что три к одному. Это еще мне Александр Михайлович учил, да? Вот эту систему три к одному. Потому что рынок работает так. Статистика и математика. Вообще рынок, трейдинг – это все математика. Здесь решают достаточно весомую роль точные цифры. То есть если вы забираете минимум три к одному, да? По сделкам. То вы таким способом можете месяц свой закрыть в плюс. Благодаря такой статистике. Если вы торгуете один к одному, здесь уже вопросы. Здесь уже очень сложно закрыть месяц в прибыль. И чтобы торговать один к одному, нужна такая проходимость дела от ваших положительных чуть ли не 90%, чтобы вы вышли в плюс. Если вы торгуете там 50 на 50, как я, например, 60 на 40, там 60% прибыли, 40% убытка. Или даже 70% прибыли, 30% убытки. То есть наоборот, 30% прибыли, 70% убытка. Даже при такой статистике вы можете выйти в плюс, да, если вы будете забирать минимум три к одному. Вот такая сделочка. Эта вот сделка была сделана, вот обратите внимание, в Австралии, в Канаде заходила я вчера. По Австралии у нас новостей на эту неделю нет. Таких весомых, процентов ставки и так далее. По Канадцу у нас новости будут в пятницу, это уровень безработицы. Соответственно, до уровня безработицы, да, до новостей, скажем так, за день до новостей можно заходить. Прямо в день новостей заходить нельзя. Поэтому я взяла вот эту вот кросс-пару и просто решила, что техника по ней будет чистая. Бывает техника нечистая, бывает энергия ни с того, ни с сего, она просто берется. Эта новостная энергия, она нечистая. Вообще новостная энергия, она мало, редко бывает вообще, когда чистая энергия. Ну, то есть это какие-то параномальные бары, импульсы. Там нет чистой энергии. Это просто реакция толпы. Чистая энергия – это поведение одного игрока. Это крупный игрок. Это поведение крупного игрока, который ведет цену вверх или ведет цену вниз. Там идет чистая энергия. Вот она, чистая энергия. Вот инструмент идет по тренду. Вот это крупный покупатель, я могу сказать. Вот крупный покупатель, который ведет инструмент вверх. Вообще-то часовик, дневка – то же самое. То же самое, крупный покупатель. Обращайте внимание на исторические уровни. Например, если я взяла уровень вот здесь вот узлова, он совпадает с уровнем дальнего ретеста. Здесь, здесь уровень широкой формации. Кто изучал систему Герчика, знает. Дальние ретесты широкой формации, в особенности широкой, также ведут пробой. Если дальние ретесты впадают с вашим текущим изломом, это больше, еще больше и сильнее усиливает вашу точку входа и ваше направление. Дальше идем. Канадис-Франк. Канадис-Франк, Дневка, тоже кросс-пара. Видите, взяла Франк, по Франку новости должны были выйти. Сегодня я заходила вчера. То есть я не захожу в день новостей. А, нет, ошибаюсь. Я в понедельник заходила, когда вообще никаких новостей не было. В понедельник заходила по Франку. Франк, по Швейцарии у нас четверг новости. То есть сегодня, по-моему, там индекс потребительских цен, уровень инфляции. И по Канаде у нас новости будут в пятницу. То есть за 2-3 дня до определенных новостей инструмент можно брать. Это техническая сделка. Здесь я заходила на развороте. Вот у нас закрытие под самый low. Обращайте внимание, закрытие под самый high, под самый low не всегда ведут к продолжению движения. Это может быть разворот. Здесь идет борьба за уровень. В итоге борьбу выиграл покупатель. Это канал, выход из канала. Я бы заходила от уровня вот этого уровня излома. И заходила также, видите, LP. Похоже, что австралийский канал. Также ложный пробой зеркальный, расчетный стопос и прибыльная сделка. Я не буду сейчас вам говорить, что у меня только прибыльные сделки. Я просто выбрала такие сделки, более понятные, чтобы вам объяснить, что такое новостная фаза, что такое проспара, что такое расчетный стоп. У меня также убытки есть. У меня 50% убытков. Я также теряю деньги. Бывает, что меня убивают по расчетному стопу. Бывает, что выбивают по ложному пробою. Сделают перехайли по перелогу или вообще меняется сценарий. Ломают картинку. При отбое я также, бывает, получаю стопы. Если поставила близко к уровню стоп, меня выбивает. В итоге делают не отбой, а ложный пробой. Я просто перезахожу. У меня убытков тоже достаточно, поэтому не думайте, что у меня сейчас 100% я гуру трейдинга, что я торгую идеально. Вообще такого не бывает. Скажу вам сразу. Трейдеров со 100% проложительными сделками не существует. То есть вообще убытки – это нормально. Убытки – это нормально. Убытки должны быть. Трейдинг – это такое дело. Вы должны отдать. Вы должны отдать. Сначала отдать кому? В рынку. Какую-то часть вы брокеру даете. Какую-то комиссию. А потом вы чистую прибыль себе забираете в заработанных, прибыльных сделках. Это работает так. Это такой, вы знаете, это самый честный бизнес. Мне еще Александр Михайлович говорил. Также он постоянно говорит в своих эфирах. Трейдинг – это самый честный бизнес. Самый честный бизнес. Ты ни у кого ничего не воруешь. У тебя никто ничего не ворует. Ты что-то даже отдаешь. Какие-то комиссии брокеру. Отдаешь часть рынку, если ты потерял из-за своей системы. Скажем так, если вы теряете правильно – это одно дело. Но если вы теряете систематически неправильно, то тут уже просто проблемы с вами, проблемы с торговлей. И тут уже нужно просто учиться. Если вы теряете правильно – это нормально. Убытки – это всегда нормально. Убытки – даже хорошо, когда они есть. Я всегда говорю трейдинг. Тебе нужно сначала потерять, наверное. Тогда только доходит почему-то до человека. Когда он теряет деньги, какие-то суммы особенно сливает крупные. Если систематически начинает терять. Если он изучает определенный какой-то сценарий, и он этот сценарий постоянно теряет. У трейдеров всегда появляется мотивация это все изучать. Поэтому, когда вы теряете деньги, то даже вам на руку вы начинаете быстрее как-то что-то понимать. Быстрее у вас лень куда-то пропадает, и вы начинаете активно учиться. Поэтому потери денег, убыточные сделки, они всегда идут по идее адекватному трейдеру. Если вы хотите зарабатывать, если хотите долго остаться в трейдинге, это вам на руку. Вы только на своих убытках только учитесь. Так, евро-доллар. Вот смотрите, евро-доллар, это, по-моему, в сентябре у меня сделочка была, сделка была сделана вне фазы новостной. То есть технический момент от уровня коррекции, вот от первичной коррекции, ложный пробой. Я заходила на дневки, на часовики, это выглядело так. ЛП, ЛП, ЛП. Здесь закрылись ниже, тут закрылись ниже. Видите, постоянно идут закрытия ниже. Закрытие выше, тут же продавливает продавец. Здесь закрылись выше, импульсом продавил продавец. Стоп у меня, по-моему, здесь стоял, ЗЛК я ставила. У меня есть система безубыточная. Если мажоры я торгую, я переставляю стоп-лосс на 50%. Если 50% от трейка пройдена, я ставлю стоп-лосс без убыток. Без убыток у меня здесь цель была выставлена на безубыточную позицию. Вот такая сделочка. Да, все хорошо. Все, у меня лимит по времени. Дорогие зрители, уже заканчивается. В принципе, все основное я вам сказала. Да, если...